Как некрасивому парню найти себе девушку? Реально работающие советы. Первое. Не быть козлом. Второе. Заняться саморазвитием. Третье. Заняться своим внешним видом. Вариант накачать мышцы и отпустить бороду тоже норм. Четвертое. Полюбить ее всем сердцем и действительно уважать. Пятое. Ухаживать и баловать. Шестое. Шутить. Это правда работает. ПС. Я девушка, которая вышла за мужчину совсем не моего типажа. Я девушка, которая не смотрит сильно на внешность, могу влюбиться в полных низких и так далее. Самое главное для меня быть воспитанным, мужественным, брать на себя ответственность и уважать мое мнение. А также быть добрым. Вот и все. Внешность вообще ничего не решает. Мой парень считается дико страшным не только для меня, но и для окружающих. И я всегда поражалась тому, как он не умеет одеваться и стричься. Еще у него были проблемы с желудком, и вы понимаете, что тогда происходило. Но так получилось, что мы начали общаться спустя 4,5 года обучения в универе. И он оказался человеком исключительного внутреннего мира. А я уже невероятно устал от красивых мудаков, которые разодрали мое сердце в клочья. Он долго за мной бегал, но в итоге я уступила. Полностью выбрала ему одежду, заставила жевать жвачки и поменять дезодорант. Теперь я люблю его и не хочу ни на кого менять. Это человек, с которым я чувствую себя в безопасности и знаю, что он не причинит мне боль. Совет парням. Главное для девушек – ваш опрятный внешний вид, приятный запах, умение слушать и дарить приятные милые подарки. Не обязательно дорогие. И не показывайте свою неуверенность в себе. Вы завоюете почти любую. На самом деле для парня внешность – это очень второстепенный фактор. Харизма, внутренняя уверенность, юмор, пару фишек и вот ты уже красавчик. Ну и просто быть не мудаком. В общем, характер решает. Девушкам уже посложнее будет. Внешность играет большую роль. Но при этом девушки могут покорять хорошей фигурой. Это во-первых. Ну а дальше уже стандарт быть заботливой, веселой и тому подобное. Тоже перебьете недостатки внешности. Еще один лайфхак для страшных парней. Подкатывайте к девушкам постарше. Серьезно, когда я была младше, то мне нравились только красивые парни. А честно, мне стало похрен на внешку. Главное, чтобы парень что-то из себя представлял и чтобы искренне заботился обо мне. А красивые парни думают только о себе. Так что ну их нахер. П.С. И не забывай мыться и душиться, если ты страшный. Но хорошо пахнет, что у тебя есть шанс заполучить девчонку. Первое время видишь все недостатки во внешности человека. Но общаясь некоторое время, понимая, что ты замечаешь, например, ни кривого носа, ни косящего глаза, ни ушей отопыренных. Если что, я пишу о разных людях. Ну или чего там нам еще кидается в глаза. Со временем ты видишь его самого, а не внешность. Кстати, с красотками и красавцами все с точностью наоборот. Итак, совет бабарабам. Никогда не сидите во френдзоне у девушки. Вы меня поняли? Не унижайте себя. Если она вам отказала в отношениях и не видит вас своей парой себе, то моментально уходите из ее жизни. Просто пропадайте. В большинстве случаев девушка даже потом сама ищет того, которому отказала. Жалея о своем решении и вспоминая все хорошие моменты вместе. А если будете навязываться, то она потеряет интерес и сама прекратит общение с вами. Не навязывайтесь. Если отказали, будьте сильнее. Будьте мужчинами. Вот и все. Знакомиться можно в разных местах и разными способами. Главное, смотрите, с кем знакомитесь. Мужчины часто не понимают, что далеко не любая девушка годна для отношений. Испытывают шок, когда осознают, что знакомиться в действительности не с кем. Если чувствуете дискомфорт при знакомстве, типа боитесь, это неспроста. Ваша интуиция подсказывает вам, что с этой принцесской бесполезно или опасно связываться для психики и кошелька. Для нормальных отношений точно не подходят разведенки с прицепами, сами разрывавшие отношения, нищебродки и бездельницы, хозяйки оленей-хороводов и большого числа поклонников. Любительницы командовать и контролировать. Из семьи, где отец каблук или из бабьи ямы, без воспитания, образования, работы. Просто очень глупые употребляют ТП-бинго. Например, настоящий мужчина должен или стандартную бабью ваниль. Сильно зависящие от мнения мамы и подруг, кексуально разнузданы. Полуголые фото в интернете и одежда. Истерички со слабой психикой. При общении смотрите на отношения к вам. Сразу уходите, если не уважает, шантажирует, угрожает расстаться или полицией, вечно занята, требует дорогой ресторан, какие-либо подарки или услуги. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на Ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Как страшно девушке найти парня? Разница между красивой и страшной внешностью. Лишь первое впечатление до того, как ты произнесешь первое слово, потом все обращают на то, кто ты, как и личность. С внешностью рождаются, а классную индивидуальность развивают. Знаю некрасивых девчонок, которые харизмой могут зацепить получше всяких красоток. Если ты можешь заставить девушку смеяться, то можешь сделать с ней что угодно. В моем случае это так не работает. Мы отлично ладили, и она всегда смеялась над моими шутками. Я предложил встречаться, и она оказалась не против. А потом мы расстались даже без первого свидания, потому что она не хочет отношений. Походу я облажался, но она хотя бы до сих пор смеется над моими шутками. Боже, парни, ну не во внешности дело. Прошлым летом умер мой первый парень. Он был полноватым, в 28 начал лысеть. Но я любила его безумно и ценила в нем больше всего то, что он был очень умный и очень много знал. Плюс заботливый, плюс открытый. Реально, с ним можно было говорить вообще обо всем. Ну и да, чувство юмора приятный бонус. Но в любом случае, ищите своего человека и не бойтесь пробовать. И самое главное, не концентрируйтесь на поиске пары. Концентрируйтесь на своем развитии. Постарайтесь построить жизнь так, чтобы вы сами ловили от нее кайф. И все, все девушки ваши. Все девушки всегда говорили по-разному относительно моей внешности. Но я никогда не считал себя чем-то выше среднего. А сейчас я пузан и мне 40. Но как и раньше, всегда работает у меня одно и то же. Я начитан, читаю не только билетристику, но и научные издания и тому подобное. Могу поддержать очень много тем в разговоре, а также умею слушать. А, ну да, знакомьтесь через интернет, если вы не совсем в себе уверены, но начитаны. Вы сможете общаться с девушкой, а также делать ей такие комплименты, как почти никто другой. Вы не просто понравитесь, вас влюбятся. Тут рядом друг, его вообще нельзя назвать идеалом красоты, у него плохие зубы. Но в интернете он бог флирта. На него западают все, даже девушки с внешностью фотомоделей. Работал в рекламе, и там есть такая штука, называется конверсия. Это означает, что, например, из 100 человек, один точно воспользуется рекламным предложением и станет клиентом. И в рекламе сайтов это считается почти отличным показателем. Когда я об этом узнал, я просто перенес эту модель на девушек. И, в принципе, ничего удивительного, что парень предлагал каждой с ним пойти на свидание, и в итоге одна согласилась. Но если так подумать, у него было даже больше шансов, чем в рекламной деятельности найти клиента. Хотя там есть АБ-тестирование и другие инструменты, ну да ладно. Потому что он с каждым разом набирался опыта и мог выбирать разные подходы. Поэтому, если следовать такому же правилу и не бояться отказов, рано или поздно вы добьете своего, как и в любом деле. Пацаны, которые себя не любят, вот что я вам скажу. Внешность невероятно субъективное дело, кто бы что ни говорил. Одни на тебя липнут, у других тошнит. Не позволяйте себя принижать, не оскорбляйте себя. Хватит уже себя мучить. Чтобы влюбиться в человека, внешность важна. Но любовь, в конце концов, это не то же, что влюбленность. Научитесь любить себя за другие вещи. И в девушках тоже смотрите дальше красоты и кексуальности. И всем нравятся люди с чувством юмора. Мой парень считает себя некрасивым, хоть он и хорош. Так вот, у парней намного больше тараканов в голове, чем у девушек. Их самооценка где-то глубоко в ядре земли. Потому что их намного чаще отшивают, чем девушек. Давайте признаемся, мы иногда очень жестоки. Думаю, многие парни из треда не такие уроды, как они себе это представляют. Я не красотка, но все считают меня веселой и харизматичной. Отчего я довольно популярна не только среди парней, но и среди девушек. Мне этот чертовски льстит. Моего парня все считают ботаником. Не скрою, это действительно так. Но покорил меня он своим мышлением, знанием трех языков и цитатой из моего любимого призрака оперы. Ладно, не буду врать. Нравятся мне худые парни в очках и с огромным томом художественной литературы. Не парень, а девушка. Да, внешность важна, но часто замечала за собой, что мой взгляд останавливается на парнях, которые рассказывают о том, в чем они шарят или обсуждают это с кем-то. По работе или просто в повседневке. Безумно доставляет понимать, что человек чем-то увлекается или что-то знает, помимо социальной базы. Еще обожаю, когда парень просто уверенно себя чувствует, и ему пофиг на то, что о нем могут подумать другие. Однако сюда же можно добавить, что он невероятно калит, когда человек громко матерится на всю улицу или же плюется на дорогу. За это сразу просто минус общения. Невероятно мерзко. Откровенно, некрасивых очень мало. Чтобы стать привлекательным, нужно просто ухаживать за собой. Быть приятным и харизматичным человеком. Лишний вес или его недостаток даже не очень влияют на восприятие человека. Главное, это стильная и подобранная по фигуре одежда, которая должна быть чистой и выглаженной. Ухоженные ногти, подходящая и желательно модная стрижка и цвет волос. Уверенность в себе. Плохая кожа. Следите за питанием. Пытайтесь ее лечить, увлажняйте ее кремами. А главное, как можно больше читайте. Это положительно влияет на речь, мысли и даже чувство юмора. Все это касается и парней, и девушек. Окей, предположим, это поможет. Я имею среднюю внешность, которую кто-то находит привлекательной, пока я не улыбнусь. Я не улыбаюсь около 10 лет, так как у меня к херам сгнили и сыпятся зубы. А при наших цен на зубную медицину, я со своим уровнем дохода не могу позволить себе даже вставную челюсть. Просто вырвать их, это пол моего годового дохода. Люби себя полезно на дистанции. Но без девушки полюбить себя в миллионы раз сложнее, так как соцконструкт давит на тебя из всех щелей. Но тем не менее, я умудрялся завоевать дам не из моей лиги. Чувство юмора, обходительность и умение поддержать разговор. Вообще, изучая риторику и участвуя в дебатах, удивляешься, как много людей вообще не умеют говорить, не умеют формулировать мысль, не умеют доносить свое мнение. Иногда складывается ощущение, что большинство людей на планете, разговаривая с раннего возраста, каким-то мистическим чудом так и не научились говорить. Так к чему это я? Ваш навык разговаривать это одно из важнейших вещей в вашей жизни. Развивайте его и вам воздастся. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока!